В небе над морем появляются дельфины. Так называются вот эти парашюты. Спасатели десантировались из самолета Ан-26. Ему пришлось лететь из Симферополя. В Сочи погода не позволила поднять воздушные суда из аэропорта на помощь Ми-8. По легенде учений, вертолет потерпел крушение. Пять человек оказались в море. Парашютисты спускаются на воду. Надо торопиться. Один из членов экипажа без спасательного жилета. К спасательной операции привлекают еще два вертолета. Воздушное судно зависает над водой. Спасатель спускается к пострадавшему. Несколько минут и он уже на борту. Других пострадавших на спасательном катере доставляют на берег. Там их уже ждут врачи медицины катастроф. Такие совместные учения в Сочи организовала Росавиация. Тренировки заняли не больше часа. Ну а сколько времени займет спасательная операция в реальных условиях, предсказать сложно. Секунды – это красивый штамп, потому что воздушное суда находится в готовности. Это 45 минут зимой, 30 летом. Нужно узнать, найти, где находится место бедствия, оценить обстановку, которая предшествует вылету воду шлистов или выходу кораблей. И только после этого направить туда спасательные средства. В Южном авиационном поисковом спасотряде отметили – сегодня все службы отработали на отлично, без сбоев. Следующие подобные воздушные учения пройдут в конце мая в Керчи. Такие тренировки спасатели регулярно проводят и внутри своих организаций. Так, например, в эти дни сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС участвуют в сборах, отрабатывают навыки беспарашютного десантирования на ограниченную площадку в лесу и горах, а также на воду с высоты до 30 метров.